Друзья, наши рассуждения А теософии можно длить бесконечно Пришли ли вы, что нас интересует Больше всего каким-то определенным выводом Если нет, то мы еще подкинем вам пару наших И не только наших мыслей и рассуждений А что, какие перспективы в противовес ведизму получаем мы Если верно идем дорогой, выстроенной перед нами адептами теософии Если мы освободимся от колеса рождений и смертей То переходим к блестящей сверхчеловеческой эволюции Где наше раскрывшееся теперь сознание Поднимается на непостижимые высоты До тех пор, пока оно не достигнет единения С самим божеством Вот так теософия понимает суть перевоплощения В общем, верно Но отличия разительны между теософией и реальностью Она опять, как и все религии, умаляет человека Что, впрочем, хорошо в свое время и на своем месте Однако теософия выделяет три причины необходимости перевоплощения И мы посмотрим на них более подробно Первое. Прямая цитата, почти прямая Бо лучше не скажешь Просвещенному и божественному уму ничего и вновь не надо Перевоплощение необходимо с логической точки зрения Чтобы удовлетворить разум Без него жизнь Безнадежная загадка Не поддающаяся разрешению Это вам не перевоплощение амебы в таракана и далее по цепочке Человеку Это нечто более интеллектуальное и духовное Оказывается, что нет более острого и мучительного страдания для разума Чем ощущение безнадежной непостижимости всего окружающего Ведь если мы обладаем знанием, видим, как говорится, цель То сможем перенести все, даже физические страдания И цель эта видится как раз в преодолении страданий и печалей Которые порой называют истинными бедствиями человеческой жизни Нет, это сопутствующая А цель только в том и о том, чтобы вывести разум Ощупь движущейся во тьме среди явлений Понять, которые он не в состоянии Даже самое глубокое несчастье Исходит от вопросов, которые не удается разрешить И они подавляют разум и душу Страшна эта безнадега И отступление перед нею очень печально Вот забытая, загнанная в куточек Погруженная в радость земной жизни Ощущение жизни Это просто страсть как неприятная Жигать, рвать хочется, глядя на такое поведение Чайкоподобных особей Тошнит, кажется так по-русски Мы лишаем себя разума сознательно Разрушаем порядок, завещанный нам небесами И соответственно теряем надежду И тут на помощь приходит перевоплощение Делающее нашу жизнь понятной И уже тут в законах кармы Пречисто является нам поток света Кое изливается на человеческую жизнь И мы уже тогда можем видеть Как эта жизнь была явлена Кем, как в духе она эволюционирует Плохое слово Развивается, возвращая себе полновесно Все первоначально данное Божественное нам Или вы думаете, что Бог творец Амеб и бактерий И тем способствуя обретению Нами целей Мы тут еще раз подчеркнем Бог не может быть творцом Амеб и бактерий Хотя и они Его плод, его труда Еще одно доказательство Мы можем привести и с научной точки зрения Но наука, упершись в догмы эволюционизма И теории относительности Больше не в состоянии отвечать на осаждающие ее вопросы Дарвин думал, что он ответил на них А вы как считаете, ответил? Или он тоже превратился в символ веры? Где идет углубление этого верования А не приобретение знания? Нам кажется, что в наше время Ни один трезвомыслящий ученый Не скажет вам, что Гипотеза Дарвина Во всех своих главных положениях Может быть принята В качестве разрешения Множества наиболее важных вопросов Человеческого земного бытования В наше время, скорее всего Наука безмолвствует Что бы там Ее цензура не говорила Одно разрешение оно приняло Но другого уже не нашла И в-третьих Перевоплощение необходимо С нравственной точки зрения Что для большинства людей Если в них Живо еще нечто человеческое Это представляется весьма Важной стороной их жизни Вот почему они мечутся В поисках точки опоры От религии к религии От веры к вере Но ведь главное не в этом А в знании Некоторые люди по существу Удовлетворяются жизнью В умственном тумане И по-видимому Не чувствуют Никакого от этого Неудобства в том Что они дышат Им Туманом По образному выражению А не безант Вот почему Даже по этой причине Нельзя не согласиться С последователями Перевоплощений Что действительно Обладающий Сердцем И добротой Человек Да если Если он не знаком С перевоплощением Не может смотреть Без боли На нравственные Вопросы жизни Возникающие перед ним По существу Повседневно И тогда Он приходит К пониманию Обретает глубину Знания О перевоплощении Открывает всю правду Что несет ему Наша карма Пречистая Если он знакомится Уже с нею Все это оказывается Необходимым Для разума Для науки Для нравственного Перевоплощения И все неизбежно Как наказание Так и дар Как возмездие Так и торжество Доказательства Еще нужны Несомненно Но вспомните о том О чем мы говорили ранее Да и будем еще Поверьте Продолжать наш рассказ Однако Прежде всего Вслушайтесь Свои мысли Себя самого Это и будет Вашим Лучшим Доказательством И стимулом Постижению Правды И Высшего Знания Бесконечное Наше Познание Науки Теософической Многие Твердят До сих пор Что Всеми нами Движет Укрытая В нас Сила Эволюции Мол Это как Склонность Движения В направлении К привлекательному Предмету Или Скорее Как движение Куска Железа К магниту Иные Все это Сравнивают С космическим Притяжением Как В земной Ситуации С земным Тяготением Но ведь Существует И отталкивание Друг от друга Всех предметов Живых И неживых Нечто Нас Стремится А Нечто От Нас Нечто Нечто В нас Стремится А Нечто От Нас Отторгнуть Норовит В духовном Смысле Это Крах Теории Эволюции Вечного Движения Вперед Мир Спириалистичен Лабиринтные Движения По Кругу Спиральность Галактик Точки Соприкосновения Ее Лопастей Столь Же Несовместимы Как Единые Если Космос Живой А он Живой То Существует Единая Жизнь Хотя Формы Ее Различны Воединение И Отталкивание Прописаны Все Тайны Всего Сущего Нет Ничего Постоянного Например Человек Побуждаемый Желанием Движется К цели Но Как Только Он Овладевает Объектом Своих Желаний Тот Рассыпается В дребезги И уже Не удовлетворяет Его Больше Нечто Нас Побуждает Но Нечто Отрезвляет Никогда Не Останавливает На Достигнутом Иначе Смерть Духовная Смерть Конечно Трудно Не Согласиться Что Даже Иллюзорные Жизненные Ценности Полезны Не Из-за Услат Доставляемых Ими А Из-за Тех Усилий Которые Они Вызывают У нас Пока Они Еще Не Достигнуты Трафорет Уже всей круги ада пикинных миров божественная останется в нас и возродится для новых и славных дел вот когда человек поймет это обретя в духе мир и покоя и осознав свою божественную сущность он пойдет другой стезей стезей не этого мира отринув вернее переработав весь его опыт мы часто приходим в отчаяние от нашего слабого духа восприятия получаемого нами опыта все рушится все пропало шеф но не рушится друзья ничто божественное в нас и потому поскольку мы даем счастья и страдания другим потому мы получаем счастье и страдания для себя многие божественные устои обретают в наших душах понимание только тогда когда мы видим соответствие наших поступков на других и она просто соответственно воздействию нашего поступка на других мы испытываем его действия на себе это определенно устой творимой вселенной и той силой которая ею управляют надеюсь это дает ответ на многие казалось бы страшно высоких вселенские вопрос а это очень просто и она у нас и и и и и